Начальник мне. Меня такая работа не устраивает. Я. Увольняйтесь. Загадка. С какой такой общей целью наш человек ходит в театр, в гараж, в баню, на рыбалку, на охоту, к другу и к любовнице? Правильно. Чтобы выпить. Брали у тёщи горшочки для запекания. Сегодня надо вернуть. Жена утром присылает СМС. Еду к маме, везу горшочки. Один у неё и пять у нас. Где шестой? Вроде не блондинка. Она вчера второй знак прилепила. Ну, жёлтый, восклицательный. Зачем второй-то? Ей показалось, что окружающие водители недооценивают угрозу. Разговариваю с сестрой по скайпу. Та на диете. Говорит. Приехала в деревню к тёте, а там у неё чеснок. Не сдержалась и наелась. Я говорю. А что, при диете чеснок нельзя? Так я ж с салом. Забираю сегодня мужа с работы, так как его машина в ремонте. Заходит со стороны водителя. Мол, подвинься, я поеду. А что, как пассажир не сядешь? На что он мне отвечает на полном серьёзе. Спасибо, но седые волосы мне не идут. А я всего один раз газ с тормозом перепутала. На соседнем балконе стоит женщина, судя по содержанию разговора, кассир в местном супермаркете. И очень эмоционально кому-то рассказывает по телефону, как к ним пришла злая девушка. И требовала администратора и возврат денег, показывая купленную в этом магазине пачку сигарет с надписью «Курение вызывает бесплодие» и положительный тест на беременность. «Алло, здравствуйте! Кто взял трубку?» «Здравствуйте! Я не брал». «Курение вызывает бесплодие»